В этот день областная комиссия осмотрела 15 объектов в Беловском, Гуревском, Ленинск-Кузнецком районах, а также в городе Ленинске-Кузнецком, где уже идет благоустройство мемориала центральной площади. Отремонтированы дворы. Открыт первый в Кузбассе центр амбулаторной онкопомощи. Руководители города и области осмотрели лечебные кабинеты и помещения. Поинтересовались тем, как поступает новое медицинское оборудование. Мы говорим про нас, про это, на 2019 году должно быть 8 единиц установленных. Мы подзали, все эти заявки, они есть, они уже, в принципе, проплачены, насколько я знаю. Мы ждем просто поставки. На городской площади торжеств имени Мазики на полном ходу идут работы по обустройству колоннады центрального входа. Приводится в порядок большой игровой комплекс. Здесь появится безопасное резиновое покрытие. Уже сделаны дополнительные пешеходные дорожки. Идет монтаж универсальной спортивной площадки для игр футбола, волейбола, баскетбол. Это общественное пространство обретает новый облик благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». По пути областная комиссия зашла и в сквер патриотов «Боевая слава Сибири», который также был построен благодаря программе «Городская среда». Смотрим качество, смотрим исполнение, смотрим, как работают подрядные организации. Главная наша задача – те показатели и с тем качеством работы, которое должно быть до конца года, мы должны выполнить. Территории активно включились в реализацию. Есть небольшие вопросы, но я думаю, в рабочем порядке мы с главами и с профильными департаментами отработаем. Училище Олимпийского резерва, отмечающим в этом году свое 30-летие, для гостей проявили экскурсию и показали подарок юбилею. Только что сошедший с отечественного конвейера автобус «ПАЗ» на 25 мест. Автобус получен в рамках проекта «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография». В рамках этого проекта, буквально на днях, можно сказать, мы получили этот красивый, комфортабельный, безопасный автобус. Прежде всего, конечно, его будут эксплуатировать наши спортсмены, училище Олимпийского резерва. Мы прошли все необходимые процедуры, мы получили лицензию на этот автобус. Стоимость автобуса порядка 3 миллионов и 700 тысяч рублей. Он полностью безопасный, оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом. В целом, как отметил заместитель губернатора, на реализацию национальных проектов в 2019 году в Кузбассе будет направлено около 25 миллиардов рублей из бюджета всех уровней. И важно, чтобы средства расходовались грамотно, объекты сдавали срок, а качество работ не вызывало нареканий.